Павел Николаевич, опять очередная новость, которая сотрясает сознание, почему это все происходит, непонятно. Но вот сейчас уже в наших социальных сетях обсуждают увольнение директора Дома культуры и назначение какого-то нового. Опять же, это все беспокоит людей, потому что это связано с тем укладом жизни, который мы в совхозе ведем и привыкли к нему, бесплатные кружки и так далее. Все это как-то дестабилизирует ситуацию. Вы в курсе вообще происходящего и как вы можете это прокомментировать? Во-первых, мы должны сразу договориться, что если власть хочет иметь авторитет, она должна быть авторитетна, солидна и не проводить каких-то боевых операций. Что сегодня стало происходить? В 11 часов работники Дворца культуры, они все муниципальные служащие или работники муниципального учреждения, вдруг получили смс, что срочно явиться на работу на собрании. И они ничего не знали, зачем они приходят. Я совершенно случайно узнал о том же самом, но не от работников Дворца культуры, а от руководства района, что сюда приезжает зам главы администрации Квасниковой и начальник управления культуры Омарова. А я на протяжении, как вы помните, четырех месяцев пытаюсь встретиться с ними по поводу аренды Дворца культуры и дальнейшей работы. Я написал кучу писем, недалеко сегодня утром звонил, отдал свой сотовый телефон, просил, чтобы со мной связались, но я даже не знал, что там что-то планируется. И тут мне говорят, что они сегодня к вам приедут, в 12 часов будет собрание. Вот я узнал, думаю, так, хорошо, я должен с ними встретиться. Тем более, что вопрос уже не решен, а сегодня 2 декабря, а мы никак не можем понять. Получаем какие-то совершенно невыменяемые письма. Одно из них пришло в конце октября, даже мне, получается, уже в середине ноября пришло это письмо, с изложением того, что они не собираются Дворец культуры брать весь целиком, а собираются какие-то помещения во Дворце культуры взять. И мы же неоднократно обсуждали, я звоню, никто к телефону не подходит, мы пишем письма, ответов нет. Ну, думаю, ну сейчас я их поймаю и уже заставлю какие-то переговорные процессы провести. — Конкретизируете, да? — Да, прихожу на собрание несколько раньше и вдруг узнаю, что Екатерину Федоровну Барон побудили написать заявление об уходе. Причем я с ней разговаривал в понедельник, никаких вот этих мыслей о том, что я буду собираюсь уходить, не было. Приезжают эти гражданки и с ними какой-то мужчина. А я в качестве, скажем, человека, который ждет, когда закончу собрание, сижу в зале вместе с руководителем оздоровительного центра, который на самом деле в качестве оперативного управления этим зданием управляет. И вдруг нам говорят, что вот это гражданин, который будет директором центра культуры совхоза Ленина. На мой вопрос, а где вы раньше работали, ответ такой, я был помощником Венцеля. Ну, как помните, Венцель — это бывший глава района, который сейчас не работает. Значит, я спрошу, а где вы после того, как в Венцеле-то работали, были? Он говорит, я был пенсионером, я военный пенсионер. И я говорю, подождите, у вас какое образование? Он говорит, военное. То есть, он никакого отношения к культуре не имеет. Начали гуглить его, потом уже после собрания выяснилось, что это помощник депутата Саблина. Депутата Государственной Думы. И тут круг замкнулся. Понятно, что вот эти все Извековы, директоры школы и этот персонаж, они все из одного гнезда. И он связан с рейдерами, никаких тут сомнений уже нет. Я не понимаю, почему глава района и все остальные вот так вот себя ведут. То ли они в подчинении, может быть, в каком-то у рейдеров. Ну, неважно. Она говорит, а мы уже давно говорили, слушайте, ну сколько же можно? Вы не отвечаете на письма, не заключаете договора. Тем более происходят такие сокращения. Потому что все-таки Екатерина Федоровна 7 лет проработала, она уважаемая женщина. И у нее все получалось. И всегда «Рейскультура» был на лучшем счету. Все были довольны. Да, и такой коллектив. Она же создавала этот коллектив. Ну, вместе с, естественно, сначала Ниной Николаевной, Монеллис, а потом уже Екатерина Федоровна. И никаких проблем никогда не было. А мы давно уже говорим, слушайте, ну сколько можно издеваться. Потому что все-таки в этом году были задержки по арендной плате. Три месяца и больше. Хотя у нас написано в договоре «15 дней» и договор расторгается. Они взяли на себя обязательства ремонтировать, проводить текущий ремонт и ни копейки денег не потратили. В этом бюджете, о котором мы с вами говорили недавно, тоже ни копейки денег ни на капитальный, ни на текущий ремонт, ни на содержание, ни заложенный. Мы говорим, что давайте, там же у нас два арендатора, Центр культуры и Центр спорта. Мы говорим, давайте все-таки в связи с тем, что нельзя делить коммуналку, очень сложно, там же все по счетчикам. Давайте заключим с администрацией Ленинского района. Ленинский район, городской округ теперь, не хочет этого делать, всячески уклоняется. А уже последний месяц, у нас 15 декабря, должны быть заключены договора. Не только на аренду, но и на коммунальные услуги. В общем, куча проблем. Ну и я тогда говорю, слушайте, ну давайте так. Все, что мы делали, мы делали совместно с Добренковой и построили территорию социального оптимизма. Теперь некоторые граждане хотят ее разрушить всячески. И поэтому возникают всякие вот эти зазазы, и всякие там псевдообщественники, и всякие вот эти вот провокации. Сейчас только что мы видели, что на территорию ходят опять камеры, извидное, ТВ или еще откуда такая разница. Откуда они не представляются, пытаются снять помещение. Честно, эта война всем уже надоела. Поэтому я там сказал, что товарищи, дайте по-другому. Вот тут есть люди, которые занимаются с детьми, ну и проведут кружковую работу. Все они, я предлагаю, перейти на работу в оздоровительный центр. У нас есть специальная структура, которая занимается Дворцом культуры. Она, в общем, всей социалкой. И зарплате они не потеряют. Те, которые хотят остаться в муниципальном учреждении, мы не против, не вопрос. Только теперь Дворец культуры будет в нашем ведении. Значит, там будут проводиться все те же мероприятия, те же, а может быть, даже интереснее кружки. И мы гарантируем, что зарплата ваша не упадет. А с муниципальной властью мы договор заключать не будем. Ну, какая разница, кто будет оплачивать кружковую работу. Главное, что для детей она будет бесплатна. И для родителей. А в июне месяце мы так и так планировали начать ремонт. Капитальный ремонт Дворца культуры. Потому что мы надеялись, что в переговорном процессе арендатор муниципальной власть все-таки какие-то деньги найдет. Ну, хотя бы на текущий ремонт. А капитальный ремонт это замена трубопроводов. Там большие проблемы, потому что никогда модернизация не проводилась. С кондиционированием, с вентиляцией. Если так, не как в техническую часть. То есть, там отопление колориферное нужно менять. Нужно подводить новые теплоносители. Уже другого, скажем так, качества. То есть, там работы, ну, мои специалисты посчитали, ну, не мои, а совхозные, естественно. А миллионов на 70-80 только работ по капитальному ремонту. Не говоря уже о текущем. А текущие мы проводим постоянно. Поэтому я сегодня замглавы администрации уведомил о том, что все. Он говорит, мы устали от того, что они ничего делать не хотят. Денег не платят. Ведут какую-то политику кадровую по отношению к коллективу, но непонятную абсолютно. До сих пор не утверждено штатное расписание. Никто не знает, кто чем будет заниматься. Ну, в общем, заверения, которые они делали раньше, что люди не пострадают, это уже неправда. Они, к сожалению, отменили надбавки, которые Добренковский платил, Добренковский так называемый. Они уменьшили зарплату. Они объединили, кстати, три учреждения культуры. По-моему, Картинова, Дроздова и это в одно объединение культуры. То есть, ну, такая деструктивная работа, которая потом под эгидой, как будто вот там директор плохой делается. И мы уже, честно, надоело. Чему-то будем делить. Совхозу это обойдется в расходах, в определенную сумму денег. Мы сейчас не знаем, какую, потому что все зависит от того, какие кружки перейдут к нам и какие там у них останутся. Я имею в виду уже не на этой территории, а на других территориях. У них достаточно муниципальных площадей, которые они вот сдают в аренду частным структурам, опять же, связанным с рейдерами. А мы будем работать. Поэтому хочу заверить, прежде всего, наших жителей, что все кружки останутся, никто не пострадает. Дети как ходили, бесплатно так и будут ходить. А еще и пособолезновать, что такая невменяемая власть, к сожалению, пришла на территорию. Потому что до появления городского округа и вот этих вот чиновников, никаких проблем у нас никогда не с Добрянковой и ни с кем другим не было. Поэтому не волнуйтесь, все будет хорошо. Продолжение следует...